Два человека без кожи. Можно трогать, нет? А что произойдет? Больно будет. О чем вы разговаривать-то хотите напрямую? Вы хотите разговаривать о том, что вы хотите жить счастливо в семейной жизни, да? А он является вам вашей судьей. То есть он пришел наказывать вас в вашу жизнь. А вы ему говорите, ну веди себя по-человечески. Он не входит в планы. Понимаете, люди, они сами не понимают того, что они являются марионетками в руках высших сил, близких отношений. Вот, допустим, жена должна со мной вести себя хорошо, а там не входит в планы, понимаете? Не входит в планы. Как, допустим, один человек молился, самолет летел вниз, падал, и человек молился, молился Богу, и он искренне молился, Бог откликнулся. Я, говорит, могу вас спасти, но, говорит, для чего я с пять лет вместе-то собирал? Не входит в планы, понимаете? Поэтому надо молиться не о том, чтобы самолет как бы не погиб, а о том, почему мы падаем, в чем причина. Что мы такого сделали плохого? Надо раскаиваться, понимаете, а не просить спасения. Вот в чем заключается ответ на ваш вопрос. Чего вы хотите? Вы хотите личного счастья? Зачем? Да, вы уверены? Нет. Вы хотите, чтобы вы были с ним счастливы, счастливы в духовной жизни. Невозможно точно, стопроцентно. Ну, что вы говорите? Вы же не хотите, чтобы сосед пришел в духовной жизни, правильно? Ну, хотите, но не так сильно, правильно? Молитесь за соседа. Вот если вы хотите, чтобы кто-то пришел в духовной жизни, за соседа молитесь. У вас больше получится. Знаете почему? Потому что это будет бескорыстная молитва. Если вы будете думать, сосед, дядя Вася, пускай придет в духовной жизни, у вас есть желание, чтобы кто-то пришел в духовную жизнь, молитесь за соседа. Ему уже станет легче. Да, ему станет легче. Почему? Потому что проблема-то, знаете, в чем заключается совместность жизни? Что мы от желания быть счастливыми душем друг друга. Можно душить друг друга с помощью невежества, то есть просто издеваться друг над другом, а можно душить также друг друга с помощью благости. Ну, вставай, давай, вставай. Уже пять утра. Давай, вставай. Давай, поднимайся. Давай, иди под холодный душ. Давай. Мясо кушать не будем. Мы вегетарианцы. Где этот Олег Геннадьевич? Я убью, убью. Олег Геннадьевич тут ни при чем. А я дедушку не бил, я дедушку любил. Понимаете? Это то же самое, что ради себя у женщин. Ой, ну вообще, ну ругаться со мной начала. Ну, вы расслабьтесь сейчас, я сейчас вам скажу правду. Но это горькая правда. Смотрите, женщина наслаждается счастьем других людей. В этом природа женщин. Близких имеется в виду. Вот, допустим, ребенку хорошо и женщине хорошо. Допустим, муж наелся, сытый. Женщина испытывает больше счастья того, что он сытый, чем он сам. Он об этом не знает даже. Он думает, я наелся, мне хорошо. Он не знает, как хорошо жене от того, что он наелся. Поэтому она его кормит. Когда она накормила мужа, она смотрит на него, ему хорошо. Она думает, о, классно. Теперь он не будет орать. Я что-то не так, женщины, сказал? Все так. Поэтому, как бы, понимаете, если вы хотите для своих детей что-то сделать, для своих детей, и вы честно так настроены, оставьте мужа в покое. Вот вы увидите, как дети счастливы станут сразу. Ведь первая стадия, на самом деле, нормальных отношений, любви, первая стадия, она ведь нам неизвестна. Первая стадия означает, никто никого не трогает. Или, если меня трогают, то я не отвечаю тем же. Вот смотрите, если меня трогают, допустим, жена хочет меня поменять к лучшему. Это хорошо или плохо? Хорошо? Конечно. Вот меня моя жена хочет поменять к лучшему. Я счастлив. Она меня меняет к лучшему, а я ее не трогаю. Она оценила это? Ну, кто больше любит? Тот, кто не трогает, или тот, кто меняет к лучшему близкого человека? Значит, кому будет больше благодарности в семье? К тому, кто не трогает. В этом принцип?